Регулировка строчки на плоскошовной машине Janome Cover Pro 2. По просьбе моих подписчиков покажу, как отрегулировать натяжение нитей, чтобы была хорошая строчка на плоскошовке. Сейчас вы видите на плоскошовке просто идет цепной стежок одной иголкой. Как вы видите, нитка внизу слабая. Что нам для этого нужно? Верх нормально, низ слабый. Мы берем, затягиваем нижнюю нитку. Ставлю пока на шестерку. Вот видите, уже сразу появился результат. Смотрим так, чтобы нитка у нас не была затянута. Все. Вот вся регулировка. Теперь берем, заправляем на две нитки крайние. Делаем строчку на две иголки. Я взял трикотаж. Кто-то из заказчиков мне говорил, я хочу посмотреть, как плоскошовка шьет на трикотаже. Вот вам трикотаж. Регулируем. Смотрим. Здесь у нас идет бугорок. Видите? Это вот такого не должно быть. Строчка мелкая. Смотрим снизу. Нижняя строчка затянута. Нитка здесь должна лежать прямо на ткани. Но она не должна быть затянута. Видите, здесь внизу вот этот как рубец. И видно, что она затянута. И смотрим правая и левая иголки. Это все нужно подрегулировать. Значит, мы сейчас отпускаем нижнюю нитку в петлителе. Ставим ее где-то здесь на троечку, на среднее положение. И посмотрим, что у нас получится. Я увеличил длину стежка. Вот таким движением я вытаскиваю. И обрезаю верхние ниточки. И протаскиваем. Смотрим, что у нас здесь получилось. Вот, строчка немножко начала расправляться. Смотрим. Можно отпустить еще. И смотрите, вот у нас левая иголка. У нас петельки идут хорошие, подтянутые. А правая свободная. Значит, мы отпустим еще нижнюю строчку. Еще отпускаем. И чуть подтянем правую ниточку. Смотрим, что у нас получится. Смотрите, у нас набегает, растягивает ткань. Видите, у нас здесь получается наплыв. Значит, пробуем. Мы слегка можем убрать давление лапки. Смотрим, что у нас по строчке. Смотрите, как у нас развернулась строчка. Она ложится хорошо. И вот у нас идет... Правая строчка у нас идет хорошо. А левая свободновато. Значит, левую иголку мы подтянем еще. Отверточкой на себя ниточки подал. Туда протянул. И верхние нитки обрезал. И вытянул. Ниточки поправили. Ну вот, смотрите, строчка, в принципе, хорошая. Ну и вот, смотрим, что получилось. Я взял... Здесь сделал подворот. Вот. И прострочил сверху. Вот так вот. И вот, что у меня получилось снизу. Строчка хорошая. Нигде ничего не присобрало. Если у вас что-то начинает подсобирать или растягивать, обратите внимание на свой дифференциал. Может, он у вас выставлен неправильно. Или отрегулируйте, как его нужно. Ну и вот еще. Можно попробовать вот так вот. Теперь попробуем поставить еще третью иголку. И попробуем. Строчечку не стягивает, не затягивает. Снизу строчка идеальная. Ну и если вы настроили строчку на две иголки, у вас хорошая втяжечка, не затяжек, нету ничего, то на три иголки мы сейчас посмотрим. То на три иголки у нас вот идеальная строчка. Все отлично, все красиво. На этом пока все.